Добавил субтитры DimaTorzok 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 ...и могут быть в северном шее, нескольких агрелигий, мы мыши в науне мы нашли эту медицину, мы собираемся, мы собираемся, мы собираемся, мы собираемся. Мы собираемся кgro, мы собираемся, ну что за счет, мы используем много и устроены там, мы продолжим. Ага. 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 Тогда мне кирятри кинды. Ага. 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 Тогда мне кирятри кинды. Мне посапших видрел кондар. Бретен, ник, нигде, манада мяргарай посапчатр, ник-зе. Есть что добавить? Азат-тградио. Аааа. 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 Сейчас вот наш второй освобожденный Арман. Передай привет маме, родителям, родственникам. У нас есть много чего сказать. Я думаю, мы все это подготовим. Я хотел бы, чтобы... Ну, не только я хотел, мы хотели собраться и такую пресс-конференцию сделать. Которые сидящие здесь? Которые сидящие, да. Вы хотите пресс-конференцию организовать? Да, мы с этим организовать. И о чем вы хотите рассказать? Знаете, с момента задержания до того, как мы здесь сидели, ну, с момента отпущения, да, было много нарушений. Я хотел бы, ну, чтобы это все знали вот так вот. Потому что здесь донести до кого-либо из сотрудников полиции это просто невозможно. Ага. А вы можете представиться? А у вас какая статья была? Сколько суток дали? 888 часть первая. Такая же, как и у всех. Ага. А вы вышли на Мите? Давайте, знаете, вот когда мы организуем все это, у вас конференция, там мы вам все расскажем. Вот так вот. Хорошо. Спасибо. Это не первый, не последний раз. Давайте здесь поговорим с блогером известным. Вы заняты, да, сейчас? Ага. А мы сейчас прямо в эфире. А, прямой эфир. Всем привет, друзья. Подписывайся на меня в инстаграме. Даня Копаров, слушая видеограмма. Давайте без рекламы. Да это шутки нет. Расскажите, пожалуйста, о себе. Шутки, шутки, шутки. Что вам рассказать? Расскажите, пожалуйста. Я вас до этого снимала отдельно на видео, на аппарат, да? А сейчас мы уже прямо в эфире. Короче говоря, я являюсь блогером, меня зовут Даня Копаров. Мы ходили, получаясь на митинге, снимать, оповещать данное, ну, как сказать, грубо говоря, мероприятие. Вы знаете, в Астане был на Жастаре. Мы снимали видео, никаких правонарушений не совершали, не митинговали, ни баллончики какие-то там не использовали, не дрались ни с кем. Просто снимали видео, показать все, что происходит в Казахстане. Я не могу молчать о том, что у нас происходит в Казахстане. В три часа, в четыре часа нас побежали, я не знаю, как это называют, коповцы или ОМОНовцы. Они нас задержали, получаясь, мы сопротивлялись, и упаковали нас в автобус. После этого нас повезли в РУВД Тукен-Уло. В Тукен-Уло нас продержали с четырех, примерно до десяти вечера. Составили, получаясь, протокол. Потом оттуда нас повезли в Сараркинский РУВД. В Сараркинском РУВД прошел суд. Суд проходил два часа ночи, примерно два-три часа ночи. В протоколе было написано, что мы ходили на митинг. И дали пять суток. После этого нас поместили в автозак, где-то в пять утра примерно. Автозак, для тех, кто не знает, это такая машина. Там метр на метр, помещение, нас поместили там девять человек. В общей сложности нас было примерно пятьдесят один человек, если я не ошибаюсь. Мы поместили в автозак. И в этих условиях мы ехали в общей сложности двенадцать часов. И за это время нам ни разу не дали попить воды, ни разу не дали сходить в туалет. Я считаю, это грубейшее правонарушение. А также это можно трактовать как пытки. Так не должно быть. Я считаю, это совсем неправильно. Так с нашими простыми гражданами не должны совершать такие... Вы будете написать жалобы относительно? Обязательно, обязательно. Потому что так не должно быть. Все, я рад, что вы у нас освободили. Это полный беспредел. Спасибо большое. Так, мы на эфире говорим о том, что мы говорим о Шахтинском полосе. Хорошо. Можно, да? Я хочу поблагодарить всех граждан, ребят, которые поддерживали нас как могли. Большое спасибо. Мы это ощущали. Это ваша поддержка. Это, наверное, сейчас самое главное. Большое спасибо. Обязательно будем на связь. Приедем домой, помоемся. Будем на связь, будем общаться. Спасибо большое за поддержку. Огромное спасибо. Была колоссальная поддержка. Мой директ просто сейчас разрывается. Вы не поверите, сколько сообщений, сколько отметок. Просто невероятное количество. Спасибо. Все мужики вам выражают огромную благодарность. Все подробности мы скоро будем обязательно освещать. Говорите об этом. О тех вещах, о которых нельзя молчать. Нужно говорить, говорить, говорить. Пока мы не добьемся правды, настоящей правды в нашей республике. Спасибо. Вконтакте, рассказываю. Как вам нравится? Как вам нравится? Как вам нравится? Да, я думаю. вконтакте это видео, как в январе. В общем, они тоже посмотрят на видео. Мы также увидим, что это было. Хотя мы часто ждали здесь, что в этом фильме. Это было��но. В общем, в общем, в этом фильме. Это было написано. В общем, как будто в шахтинске, что в том струне. Нет, это было что в этой музыке. По этой группе. Мы тоже не используем в efficiently. Так, это какой день был, когда нас задержали? Девятого часа. Нет, недельно. Воскресенье. Воскресенье, да. Воскресенье нас задержали. Выборы? Да, как раз на выборы нас задержали. Где-то в 13, где-то к часу. Потом увезли в ОВД Саркинского района. Там мы находились, да, мы находились, да, где-то до 9 часов просто просидели. Там потом началось установление личности, фотографировать, доследователя. После этого начался сразу же суд. И потом нас посадили в автобус. После автобуса где-то в часов 3-4 посадили в автозак. И в автозаке мы находились, до того времени, в капиталане попали. В совокупности, да, в автозаке мы находились около 12 часов, да? Более 12 часов даже. Более 12 часов даже. Мы находились в автозаке. А мы хотели узнать у прокурора, согласно КУАП, да, по-сказу административных правонарушениях. Если, ну, регументируются ли это как-нибудь в чем-то, он говорит, да. Но и Том говорит, что более 12 часов находиться такого нет. Потому что сам автозак предназначен для перевозки, а не для содержания людей. Вот люди спрашивают, есть карточки, деньги скинуть, к чаю что-нибудь купят, говорит. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет. Мы молодые. Мы молодые. Мы, да, Киргенен, Шахтинский ел, поторган на дам. 19 лет, пацаны. 19? 19? Вон, законите. 19? 19? 19? 19. 19? 19. 19? 19? 20? Ну, я ходил, спасал людей. От кого спасли? От кого? От личников. Сам молодой, короче. От обречников погонях. Да, да, от погонах. От людей погонах спасли? Как это сделали? Ну, я постарался, но не получилось. А что вы сделали для этого? Ну, я постарался оттолкнуть этого милицейского. Там мужика забирали, а у него коляска там младенец. Угу, коляску туда-сюда швыряют. Окей. Ну, все, спасибо. Что добавишь, что-то там, как тебя задержали там? Здесь содержат нормально. Вот Саракинское РОВД просто ужасно. Около 23 часов держали без еды, без воды. Обманывали. Сейчас выйдите, вот это подпишите, выйдите. Штраф подпишите, выйдите. Вот это подпишите, уходите. И в итоге в автозахе 9 часов ехали. Семьером в одной камере, и в заседине камеры еще 6 человек было. Как вас зовут? Меня зовут Нурлан. А, Нурлан, как вы попали в тот район, где проходил митинг? Я голосовать пошел. Мне пришло сообщение, уважаемые граждане, проголосуйте и так далее, и так далее. Я пошел, а меня забрали. Получается, там милицейские с этого, с Саракинского района говорят, а зачем туда пошел? Я говорю, голосовать пошел. А не надо было, в смысле, я же гражданская... Это моя гражданская позиция, право. Я должен проголосовать. Я должен хоть испортить бюллетень, это мое право. Вы собрались голосовать? Или просто там поставить всем минусики? Да, поставить там иксики, испортить бюллетень, чтобы за меня никто не проголосовал. А потом старались спасти человека, да? Да, там мужика забирали, у него коляски ребенка. И меня тоже забрали. Расскажи, как тебе там на 5 суток? А, 5 суток? Нет. Дали, как? Там был процесс, был. Почему вы считаете, в Саракинском районе было ужасно? Почему? Потому что они обманывают. Каждую минуту обманывают. Вот сейчас вот эти подпишите, уходите. Подпишите штраф, уходите. Они сказали, вы обязательно должны подписывать вот эти бумаги. А оказывается, по закону, некоторые бумаги мы можем отказаться подписывать. И там суд был тоже вообще ужасный. Там ряд нарушений и так далее. Они, получается, никто даже на наши бумаги не посмотрел. Имени никто не спросил. Спросили, зачем ты туда ходил? Я сказала, проголосовать. А не надо было. Пять суток. Понятно. Теперь что? Ну, как у вас настроение? Вы жалеете, что вас поймали, посадили? Нет. Нет, даже наоборот. Там, где лежали, вообще поддержку ощущали. К нам постоянно приходили. Вот. Роллтон, бичпакеты. Да, даже мясо ели, даже мясо ели. Даже мясо ели. Нам мясо привезли. Завтра. Вот теперь проблема, отдадут ли мне телефон. А где у вас телефон? Забрали, дали бумагу, что я могу его забрать в департаменте полиции. Биби-черек 19. Ну, я не знаю, отдадут, не отдадут. Если не вернут, я дальше пойду судиться. Потому что я его там копил. Два месяца работал, копил, чтобы купить этот телефон. У меня там все контакты, знакомые, родственники. Это что-то дорогое, да? Нет, G5, там 60 тысяч. Ну, для меня дорогое, я сам его копил. Понимаю. Понимаю. Ну, я надеюсь, вам вернет телефон. Вы напишите обязательно заявление. Так, у нас здесь... А это просто прямой эфир, я со своей странички. Я просто приехала, просто узнать, как у вас тут дела. А вы уезжаете вечером? А, нет, нет, я с Астаны. Въехала, да? Ну, говорят, больше тысячи человек задерживают. А как вы это услышали об этом, узнали? Ну, слухи. Есть точная информация. Ну, не точно, говорили более тысячи протоколов, они между собой говорили. Плюс пока мы ехали в автозаке, у нас еще немного заряда батареи осталось. Мы смогли общаться с народом, получается. И было много постов в инстаграме, там более достоверных источников. То, что в Астане 9 числа более 1100 человек задержаны. Вот. Вот оттуда информация. Мы, в принципе, у нас забрали телефон, мы потом нас могли вернуть. Нас якобы отпускать собирались, потому что в телефонах не было никакой информации, никакой съемки, ничего. Им это не помешало просто задержать до суток спокойно, например, без всяких каких-либо доказательств. Судья приехал, приехал в 3 часа ночи, провел суд. Буквально это было 2-3 минуты. Суд длился, это, наверное, самый быстрый суд в мире, который проходил, я не знаю. Просто пачками людей запихивали, вознесли в автозак в 12 часов. И полностью нарушение. Даже здесь содержание, то, что нас содержали, не было никаких протоколов, документов. Просто переписывали каждые полчаса нас. Спустя несколько дней приходили наши договора. Ой, не договора, а протокола. И то там не было подписей, говорят, там есть электронная подпись. Но мы никак проверить не можем по QR-коду, потому что телефон мы только сейчас будем заплатить. Там худя ХЖ Архабаева. Она надеяла, ни на что не смотрела, просто лепила всем по 5 суток. Вот одному мужику дали 10 суток, а он в Казахстане, в Аграрке отучился. Ему там 41 лет, по Булушаку в Америке отучился. Он там свои права качал, и ему 10 суток дали. Качал, отстаивал. Отстаивал. Да, отстаивал свои права. Не знаю, образованный человек, ему просто 10 суток дали, ему суде не понравилось, что он там... По кличке. В общем, смотрите. По кличке. Да, у нас там переклички есть, его американцы прозвали. На месте, говорит, можете оспорить, можете оспаривать, от 10 до 15 суток получите. Если вы согласны на месте 5 суток, многие переживали то, что возможно дольше срок будет, у кого-то родные есть. А это кто говорил? Это следователи Сара-Аркинского, РОВД, говорили, либо 5, либо 10, другого выхода нет. Они во время следствия допросы говорили так? Да, я сказал, а почему нельзя там вызвать адвоката, еще что-то. Он говорит, сколько ты сидишь здесь? Я говорю, 10 часов. А сколько тебя удерживают должны? Я говорю, не более 3 часов без доказательств. Он говорит, ну видишь, думаешь, тебе дадут адвокаты или право выбрать, так что выбирай. Я говорю, Рома говорил, это Олег говорил. Олег я по милию не помню. Сара-Аркинский, РОВД, Дукенулы, Овритнер, РОВД, Белый, РОВД. Это РОВД, Олег, 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 Олег был. Олег, Большой, толстый. Здесь несколько человек, которые получили по 10 суток. Сколько они? Сколько они? Не знаю, я знаю точно. Три-четыре, человек. Точно знают вы их? Это те люди, которые попросили своего адвоката. Я так понимаю, когда ты просишь своего адвоката, то тебе автоматически дают 10 суток. Когда ты опять просишь своего адвоката, тебе опять дают 10 суток. Нам же говорили, не надо адвокат сейчас 10 суток. Все должно было просто быстро проходить. Вообще, я на несколько судах был, я знаю немножко, как это все должно проходить. И там знаете как? Там как бы не смотрят на правонарушение, что-то совершил. Там больше смотрят на тебя. Посмотрели, допустим, «Эй, дали 5». Ты хороший, ты хоть совершил, но если ты хороший, добрый, то тебе 5. Если ты, допустим, потребовал своего адвоката, согласно закону, то тебе сразу дают 10. Вот так вот, поэтому те люди, которые получили 10, они требовали адвоката. Тима, сотрудник Тимирланд. Вот, молодец, хороший человек. Обращался со всеми нами как гостями. Да, вот, хороший человек. Хорошие ребята, Абла и все они, хорошие ребята. Молодец. Чьи таскали? Про сотрудников, да? Да, чьи таскали. Чай ходил, чай ходил. Большое спасибо всем, кто поддерживал. Большое вам спасибо, Саня, что оперативно отреагировали. Буквально благодаря вам узнал народ, граждане, то, что нас везут, в каком направлении. Оперативно мы сфотографировали охранника, который допускал там, ходил, якобы бил по решетке и пытался там показать свое величие. Мы его сразу сфотографировали, когда он уснул, и пускай ему будет этот урок. Его, кстати, забрали кто-то, я не знаю. А он спал на рабочем месте, воздуха там нет, на наши какие-то сообщения он не реагирует. Просто есть люди, да, например, в органах, которые как-то они, не то что переживают, они ведут себя в рамках закона, да, например. Они понимают ситуацию, кто-то, например, может сочувствовать, переживает. Но есть такие люди, которые гордятся теми, что они так столько много людей, хотя половина из них просто там проходила или стояла без выкриков. Кто-то, не разобравшись, многие гордились, ходили в органах, гордились. Я не знаю, чем гордиться им. И такой же был у нас конвоир, который пытался и себя показать там свое величие, я не знаю, как это сказать. И сразу же сел, уснул, что не положено, потому что с нами вдруг случится что-то. Он спал, кстати, сфотографировали, отправили вам. Да, да, я получила. И плюс ехали друзья за нами, сопровождали автозак, снаружи информацию как-то предоставляли. То есть большое спасибо ребятам, которые поддерживали какой-то вклад, несет ли, слова поддержки очень много. Я вот телефон включаю, он разрывается. Конечно, все переживаем за родителей, потому что для них это сложнее переносить. А как ваша мама? Все нормально? Узнала, да. Все-таки узнала, да? Вы же хотели скрыть. Ну, не хотел, чтобы беспокоилась. Все нормально, да? Все нормально. Я тоже рада. А есть еще кому что сказать? Придимай тастерман так, да? Придимай тастерман. Я уже дам, и... Сейчас я приехал ко по-косу. Они прятали, потому что вы все остальные. Как вы живете? Как вы живете? Как вы живете? Мы живете. Мы живете. Вы живете. Россия. И эти мечты выあれば не было. Мы не��라고요-клаточные мечты. Не заставлять жизнь Thiot Europa в течении мира. Не 라는 статьи greatest sheet. Жунып, шайнып, или уйдегулерге хабар ласам, уйдегулерге бюлмейд, аль ладжақта жүргенімізді. Дажақта жүргенімізді. Дажақта жүргенімізді. Қай жақтан келмейдіңіз? Чалпы екеніңіз. Маскеніңізді. Рахмет, ад жөрңізді айтысасаңыз? Ерзат. Көңілгеніңіз қалайы? Көңілгеніңіз шүкір жақсы. Қайымыз femalesел и еусп feel hearing. Ер- әрбір жігет жүргеніндеңіз деп-pat, жүргене айтыры естер келмейді. Біз еуразару жүрген Ма қаларам-дайыр жүргенігақ. Ер жүргенде сүргенбер түнеме тетенді қалар, тің тoooo. Қаймық меніңізді қазір, жунып шайнып, жұмысым yarга измені. Қек нет. Как вы делаете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Сейчас закругляем А как потом это видео достать? Попишись на меня и возьмешь мои странички, сейчас я тебе скажу Вот мы с тобой в Вифере Надо телефон достать и надо выходить на митинги постоянно Не призывай Нет нельзя? А, окей Ну тогда не надо выходить Как у тебя есть? Курмитные курмитные Мы сейчас в Шахтинске 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 Кибер Астана да, Кибер Уэске меннен келгендер барекен барасында. Жақсы жігеттер, сіздерді жалпы набосап, еркіндеке шоғыларыңыз бен қыттықтаймыз. Аман үшін ұтпасыдаларыңыз бен қаушыларыңызға тілек теспіз. Міна фейсбукта сіздерді қарап отырған адамдарда сіздерге жақсы тілектерін айтып жатыр. Енді біздер осы менен керейхеріміздай қытаймыз. Дюйтпасы жақсы тілектер Motul Голиэр Бене бюген қылан адамдарда сіздерді.